Буквально все председатели садоводческих обществ относятся к своей работе халатно. Из-за этого нередко страдают люди, которые там и проживают. Изначально садоводческие общества предназначались только для садовых работ. Для поливки разного рода насаждений была подключена специальная техническая вода. Но со временем наш город стал расти, поменялись законы, и теперь можно стало приватизировать дачные участки. Впоследствии поменялась картина их истинного пользования. Теперь там строятся дома, проведено электричество, газ. В общем, теперь практически не отличишь его от частного сектора, находящегося в черте города. И, естественно, появилась дополнительная необходимость проведения питьевой воды. Тут-то мы и встретились с рядом нарушений со стороны новоиспеченных хозяев. Например, самовольный захват дренажных каналов. Если водоканал не сможет промывать фильтра, то воду он подавать в город не имеет права, так как там образуются бактерии. А бактерии – это болезнь, отметил главный санитарный врач города Амар Бочараев. В первую очередь, конечно, вы правильно задаете, инфекционные заболевания, которые передаются друг к другу. Потому что вы детьми выезжаете, дети не можете держать в закрытом режиме. Поэтому дети гуляют, подходят, развиваются биологические отходы, в которые канал попадает. И также животные, которые выкидываете сюда после смерти. Исходя из этого, хотелось бы, конечно, вы это тоже соблюдали и понимали. За место законных шести метров мы видим метр русла, а в некоторых местах – до полутора метра. И самое странное, что люди из того, что оставили, решили сделать мусоросклад, не задумываясь о том, что от этого они сами могут пострадать. Все материалы мы обратимся в суд, чтобы снесли с самого нестроительства. Наверняка еще свежа в памяти Каспичан история потопа семи садоводческих обществ. И самое страшное, что данная картина может повториться вновь. И виноваты в этом будут сами же дачники, забросав канал строительным материалом и иными отходами, из-за чего русло не может выполнять своих функций. Значит, уважаемые граждане, вы должны знать и помнить, что вот такое отношение к водоканалам, это каналам, где происходит сброс воды, может привести к червячальным ситуациям. Вот что недопустимо, для того мы и работаем, чтобы этого не допустить. С данной проблемой мы сталкиваемся неоднократно. С первого дня работы на предприятии водоканала я беседовал с населением садоводческих товарищей. Но, как видно, с тех пор ничего не изменилось. А наоборот, становится все хуже и хуже, говорит главный юрист МУП водоканала Хусруев Магомед. Если председатели садоводческих обществ и сами жители дач не будут исправлять свои же ошибки, связанные с захватом дренажных каналов, то прошлая ситуация с потопами дач повторится вновь, но уже крупномасштабными последствиями. В эти озера попадают каналы Октябрьской революции, который тянется до самого Хасаюрта. И если в случае обильных дождей придется сделать контрольный сброс воды, массовый потоп гарантирован. И в этом случае люди могут понести не только материальный ущерб. Вот вы видите прекрасно, что водопроводные сети, в каком они состоянии. Потом трансформатор, два фидера, которые питают водочистные сооружения, соответственно, которые подают питьевую воду как в город Каспийск, так и из Бирбаш. Вот, допустим, если вы посмотрите, насколько близко впереди нас стоят высоководные линии, прямо на кабеле построили дом. А вот строительство на трубах чревато тоже последствия, давление какое-то? Я скажу, что на трубах чревато, потому что в данных трубах давление доходит до 12 атмосфер. Простым гражданам хочу сказать, то есть это то давление, которое позволяет воду поднять на 120 метров. Если ее прорвет, будет фонтан 120 метров. Ну, вы же представляете, если прорвет под домом с таким давлением, что будет с этим домом? Мы не раз делали замечание садоводческим обществом, только толку в этом нет. Председатель ведет себя как царь, как хочу, так и веду, говорит Арсен Шапиев. Мы можем отрегулировать сброс воды, промывку фильтров, а природу кто будет регулировать? Из-за нескольких человек могут пострадать все жители дачи. Если пойдут ливневые осадки, что будут делать жители? Эти же дачники все утонут. Из-за, грубо говоря, нескольких недобросовестных человек пострадают многие дачники. По поводу этих каналов мы бьем очень сильную трубку. Я, честно говоря, не знаю, почему наши правоохранительные органы так реагируют. Мы неоднократно обращались и в прокуратуру, и в полицию. Сейчас уже собираем материал, хотим обратиться в Следственный комитет наш. Также долг дачников перед организацией ВДКанал уже составил на сегодняшний день более 6 миллионов. Недавно было переизбрание нового председателя садоводческого общества «Заря». Задолженность данного общества составляет более 1 миллиона рублей. Но на сегодняшний день с помощью новоиспеченного председателя собрано около 350 тысяч рублей. Вот сейчас новые председатели садоводческого общества. Взялись мы тоже по нашим каналам, по нашим сетям. Ну, почему за неделю человек, который работает, может достать информацию, показать этот человек, вот эти данные, вот захватывает то, 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 то. А почему в других садоводческих обществах нет такого? Потому что сами все испачкались этими торговлями, землями и всего остального. Дренажные каналы – это территория водоканала. И как начальник МУП водоканала Арсен Шапиф собирается защищать свои территории. Наших вот этих незаконных захватчиков земель хотелось бы, прежде всего, чтобы они подумали на сегодняшний день, какие проблемы они создают жителям. Жителям. Прежде всего, соседям своим. Особенно те люди, которые захватили каналы. Ведь когда тонут дачи, виноват кто? У нас телефон разрывается. С нами звонят, ругаются. Сделайте что-нибудь. А что мы можем сделать, когда сами захватчики этих земель захватили, засыпали все? От того, что мы освободим канал, эти же земли лично мне не переходят, собственность. Они остаются у народа. Водоканал – это народ. Все питаются водой, все хотят получить воду. В такую жару разве есть человек в городе, который остался без воды? Нет. Поэтому надо думать о том, что своими действиями он, прежде всего, наносит ущерб своим соседям, своим родственникам, жителям города. Это большая проблема. Но эти земли, я считаю, что нужно освободить и охранять эти земли. Они никому не должны принадлежать. Они должны принадлежать Водоканалу. Ася Тебрагимова, Анвар Курбан Магомедов. Новости Каспи-ТВ.